Привет! Софт при отложенной обработке на компьютере или железо в ЦАП? Что лучше обработает Hi-Fi звук? Одинаково ли хорошо они справляются с преобразованием звука? Что лучше, программа на компьютере или преобразованием внутри чипов звуковых карт и ЦАПов? Есть ли вообще в этом разница? Привет! Мы не будем сравнивать конкретные алгоритмы публично, по юридическим и этическим соображениям, но мы можем рассмотреть концептуальное сравнение возможностей обработки на разных типах устройств. Итак, типы элементов вычислительных ресурсов, они одинаковы и в специализированном чипе, и в компьютере. Это ячейки памяти и элементарные операции, плюс-минус умножить разделить. Переместить между ячейками, присвоить значение. Есть отличия между чипами, включая компьютерные, в количестве ячейок памяти и дополнительных, более сложных операций. Преобразование фурье, свертка и прочее. Мы можем наращивать вычислительные ресурсы как в компьютере за счет дополнительных вычислителей карт расширения, так и в специализированном устройстве ЦАП за счет дополнительных микросхем. До определенного предела. Вопрос только в цене, потребляемой мощности, наличии физического пространства, необходимого для размещения элементов и возможности защиты от помех. Как обычно, упираемся в цену и практичность устройств. Да. А далее на количество вычислений накладывается необходимость работы в реальном времени. Больше обработок сложнее и дороже микросхемы. Внутри чипов нет волшебных обработок, которые нельзя сделать на компьютере. А 64-бит-флоу от математика сложна в силу ресурсозатратности для компактных чипов. Также программирование, отладка, обновление алгоритмов PLIS, FPG и прочих чипов цифровой обработки сигналов DSP сложнее. Реализуя алгоритм в отложенном времени, предварительной обработкой сигнала, мы имеем возможность выполнить больше операций с большим объемом данных, не поступаясь к качествам ради скорости, хотя и медленнее, и на реально имеющихся у компьютера ресурсах. Исходя из сказанного, мы можем сделать выводы. При вычислениях на железе есть ограничения по времени обработки. Мы можем или упростить алгоритм, или нарастить вычислительные мощности за счет количества или сложности чипов. Это ведет к повышению цены и проблемам с теплоотдачей и экранированием. И мы точно так же можем усилить и компьютер дополнительными вычислителями, установив их в слоты расширения. Самое доступное — это видеокарты или другими, более специализированными. Но с другой стороны... С другой стороны, практически нет никакого ограничения для сложности алгоритма, запускаемого на компьютере в отложенном времени. А сложность алгоритма влияет на качество обработки звука. Это отсутствие ограничений также позволяет нам использовать 64-битную арифметику, что, несомненно, имеет прямое влияние на качество. С таким форматом чисел мы не беспокоимся ни о точности, ни о возможности клиппирования сигнала, перегрузки. Если, например, будет много умножений, как и происходит при таких популярных обработках, как фильтрация и преобразование фурье. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Они помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и, если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. Читайте статьи на нашем сайте. Ссылка в описании. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречным! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok